Доброе утро! Доброе утро! Посмотрим меню. Пирог куриный с косточкой. Птичье молоко. Крутимся, крутимся. Скоро мы уедем от них. Смотри. Мы едем. Мы сейчас уедем от вас. Пока купим, мы уедем. Здорово. Вы уже уехали от нас. Как здорово. И вряд ли. Смотри сюда. Да. Ты садись с моей дарлингом, а я сяду с твоей дарлингом. Сейчас, сейчас. Угу. Слышала? А что здесь? Пока мы не уехали. А, они сейчас откроют. Вам нужны будут стаканы? Да. Да. Мне не надо стаканы. Давайте. Трубочки. Трубочки давайте. Сейчас. Вон оттуда пойдет, по верху уходит трамвайчик который. Ага. Ой, как здорово. Спасибо. Так. И мангар. Ой, какая приятно. Нет, нет, я так буду. Сеточка, откройте мне трубочку. У меня рук не хватает. Мне надо. Руков. Руков. И ногов. Ирина. Thank you. Так, ну что. Сейчас Саши получит свой кофе. Я надеюсь за это время он далеко не уедет от нас. Да. Иди, пожалуйста. У Саши как все культурно, вежливо. Как всегда. Так, ну все, давайте. За седьмое небо Seven Heaven практически добрались. Саши молочком, молочком. Little baby. Little baby. Little baby. Ну давайте смотреть куда мы уезжаем. Сейчас на северо поворачивайся. Это северо-западная часть. Питерская железка идет. А, вот эта железная дорога внизу, да? Это я по ней поеду сегодня вечером? Не можно. И посмотрю я наверх там, где я сидела. Вот так вот. Я выбрала себе билет возле окна и возле столика. А мне пирожок понравился с грибами, вкусный. Шляп с ними. Ну, как мы покупали водичку за 150 рублей. Вот, ну круассанчик, по-моему, с шоколадом. Шоколадом. Шоколад в тесте была в переходе. 200. Пирожки 80. Это я не помню сколько. А я тебе покупал как-то с торговцем. Все вместе вот сто. Круассанчик маленький сто, да? Это я говорю для тех, кто... Цены, да? В общем, там все вместе вышло 1260, по-моему. Так что нормально. Можно посидеть, хотя бы чисто покататься. Водырка. Водырка. Вообще. В этой части вот, да. Северо-восток. Восточно-измаиловская вся сторона. Вот там здесь. Назад уже. Бицепс вот так. Останкинская башня. 50 лет. Значок. Конечно. Мы хотели заглянуть в ресторан «Седьмое небо», но нам сказали, что он открывается в 12. Сейчас 11. Поэтому сейчас, наверное, мы, конечно, не дождемся. Я просто хотела поснимать интерьером. Ну, туда, наверное, скорее всего по Броне. Поснимать вам там, просто погулять не будете. Снимать не разрешать, да? Ну, там люди сидят, кушают. Мы доехали. Опять до буфета. Спасибо большое. Да? Можно еще. Можно там, в этом выходах, в Чехану, скорее. В Чехану? Где? Да, в Рынхо. Там хорошее. Сейчас поглядим. Ну, я уже что-то съедаю. У нас уже червячка заморили. Уже все хватило. В гостинице «Космос», вот на которой для поглядения. Саша заинтересовался, вот там, в центре леса, форест, он говорит, ну где-то в центре зелени, вот что-то там то ли дымится, то ли пылится. Ну, вот я же тоже говорю. Что это? На пыль не похожа. Приблизьте, пожалуйста, вы своими телефонами, может быть, разглядите. По кого? Ну, она приблизила. Я пока понять не могу, что это. Вот это гостиница «Космос». На стене, видимо, какие-то рекламные. Вот шпиль вот этот «Космос-ракета» вот стоит. Ага. Это вот сейчас музей космонавтики. Вот это музей космонавтики. Слушай, а здесь не видно из Майя те клиенты? А вот по этажам обычного дома небоскреба, вот это приблизительно какой этаж? А это не они вон стоят с полосками зданий? Ну, 337-й. 337-й, значит? Нет, 337-й метров, но разделен приблизительно на 3, да? Ну, что это? Минимум стоэтажные как бы здания, может быть, 120 этажей, потому что 2,5, да, средние потолки? Да. В общем, 3 метра берем, да? В общем, 110 этажей приблизительно вот мы и сидим. Поэтому я и орала там над этим стеклом со стоэтажного здания. А вон они здания с полосками. Вот они. А вон Кремль. Кремль нашли. Ну, хочешь про тебя все пытались? Ну, сейчас попытаюсь. Чуть-чуть. Мне показали направление, где измайловский Кремль. Может быть, что-то получится. Может быть, ничего не получится. Может быть, ничего не получится. Такой маленький гальпатопарк. Может быть, 100 домов там и все. что большие города интересные. За парк не будем? Заодно посмотрим, красиво или нет, хороший или нет. Вот видите, а вы говорите, вот кто-то разбил стекло. Случается? Может быть, и с тем стеклом могло бы случиться, если бы я на него ступила. Не зря я боюсь. Вот мы приехали сюда вот по этой дороге, по улице Королева. И ребята сейчас даже увидели свою машину сейчас там, где они припарковали. И мы по ней ее сфотографировали. Вот 10 подъездные, 18 подъездные дома. Вот-вот-вот-вот-вот. Это же вообще. Какие огромные. И почти нет балконов, говорят. И почти нет балконов, говорят. Да. Саша хочет, чтобы мы и сели, и сфотографировать нас. Нормально, да? Получилось? Да. 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 Вот сейчас вот. Как раз дорога на Кривокзале выходит. Ага. Вот она станция. Вот откуда приехали. Вот она станция. А-а-а. Вон Неверский вокзал. Попрямой. Как интересно. Как здорово. Олежка, я поймала. Чё поймала? И мне киньте, и я хочу. Что там? Останкинская башня. Значок сфотографировала. Очень красиво. Смотри, мама, это твоё фото. Моё фото давай покажи. Смотри, от флота. Смотри. А-а-а, это он меня в моём ужасе снимал. Смотри. Хорошо. Издевается теперь, будет меня шантажировать фоточками. Говорю, вышли мне фото. А он говорит, я же с тобой поеду. Я говорю, ты сегодня ночью улетаешь в Сибирь. Вышли сейчас. Как я тебя потом из Сибири достану? Если ты сейчас не можешь мне выслать. Никак, да? Да. Он говорит, сейчас, ладно, вышлю. Потому что я же буду монтировать, и я вставлю этот свой позор. Я же не отступаюсь на полпути. Я позорюсь до конца. А у меня ещё есть, ты меня ещё поговорили. И ты. Меня много много. И ты мне вышли. Во всех характерах. Странно, Светочка, когда мы были на аттракционе, полёт над Москвой, мне так нравилось. Я была счастлива. Это так захватывало. А здесь всего лишь проползти по какому-то стеклу, я чуть со страха не умерла. Я обливалась холодным потом. Вообще. А я когда первый раз ходила, со мной сидела женщина, она пришла со своим маленьким ребёнком. И я в авторию, такой мне интересный, я поворачиваю голову направо и смотрю, она закрыла глаза, сжалась, руками вцепилась в кресло, и она за все 8 лет, я так поняла, ни разу не открыла глаза, и я вообще за её жизнь боялась. Её она до такой степени бояла, что не могла смотреть. Это вроде ребёнка над Москвой. А, так ребёнка боялся или мама? А, мама боялась. Ребёнок бежал от радости, а мама была при обморочном состоянии. Сейчас ситим посмотрим, да, и можно надеть. Зачем-то люди стёрли букву Ш, и вышла Останкинская баня. Вот успели же, да, вот пока это движется. Ничего нет невозможного для человека с желанием. И здесь 0 лет тоже сделали. Мы подъехали опять к выходу. Я как-то это представляла более большим кафе. Я не думала, что такой вот как коридор поезда купейного. Какого-то другого? Ну, не знаю. Вот просто столики они ставят, и всё? Да. Думала, это будет ширше? Ширше, шире, да. Отослал, отослал мне фото, слава богу, да. Теперь я могу смело монтировать свой позор. А мы приближаемся к Москва-сити. Москва-сити, вот там вот, вот там вот. Красота. Поезд, поезд, поезд с Питера, да? Товарищи, поезд с Питера едет вот? Ну, да, он на крови. Поезд мчится. Потому что мы когда едем, у него как раз с этой стороны. Едут петербуржцы и гости города. Так, а вот мы нашли депо Сапсанов. Да, они вон стоят и ждут, когда же я соберу свой чемоданчик. Мне очень понравился Сапсан, Саши говорит, но и мне тоже. Светочка, Саши просит, ты можешь погуглить население Москвы сейчас, вот по последним данным разведки? Это Саши просит? Да, Саши просит. И Саши погуглит. Он меня просто спросил, говорит, 10 миллионов, сколько нас сейчас здесь? И плюс два человека понаехавших. Я и Саши. Общая вышесказанная, в 2019 год официальная численность населения Москвы составляет 12 миллионов 600. 12 миллионов 600. А живет в Москве около 25 миллионов. Но живет в Москве около 25 миллионов. 25 миллионов. Ну, это вообще, это просто Мумбай какой-то. Мумбай? Мумбай какой-то. Дели. Покачивает так. Качает, ага. Башню-то качает. Не качайте башню, я снимаю. 12-й год. А, before, yeah. 2012-й год. Да, да, now 2019. Да, да, now 2019. А сейчас мы попробуем приблизить Олимпийский. Вот это вот черное здание, за ним купол и за ним круглое здание. Вот это перед куполом круглое здание, вот это вот Олимпийский там. Его закрывают на ремонт. Обещают, что это супер круто. Ну, сейчас он работает? Нет. Нет, не работает. Перед том годом, по-моему, уже немного чего закрывало. Смотрите, облака появились. Так, вот, по-моему, сейчас я буду приближать Динамо. Стадион. Саши же в Японии долго жил, и там все время землетрясение. Вот он переживает, нормально ли с безопасностью для землетрясения это здание. Там почти, говорит, каждый день маленькие землетрясения, но останки на безопасны. Очень безопасно, говорят, для землетрясений. Хорошо построено. Мы к нему отъезжаем с косточки, а я-то что-то секс-то еще. Так, все. Нужно все время отъезжать. Так, вот, не знаю, получится ли сейчас показать вот там рядом за вот этими трубами лужники. Вот эти две трубы, а слева вот лужники. А дальше за лесом. Университет. А, сейчас. А, сейчас. А, пускай, не едем на камеру, прямо передняем, московский завод плавленных сыров. Где? Вот прямо на против белые здания, сетка закрыта. Прямо вот дорога, где трасса, широкая, смотри, глазами. Глазами. Сетки закрыты, здания. Не могу, смотри. Ага. Смотри, какая зеленая Москва, сколько зеленей. Смотри, какая зеленая Москва, но плавленные сыры я тоже люблю. Поэтому я должна знать, где у них гнездо. А там написано, московский завод плавленных сыров, да, говорится? Да, увидела. Вот синяя крыша. Все, я поняла. Сейчас попробую, поймаю. А я ведь совсем другое здание ловила. А я как поняла, что тут другого ловила. А вдруг мне захочется плавленных сыров в немеренном количестве, понимаешь? Вот теперь я знаю, да. И помойка, рядом. Ну, помойка мне не нужна, помойку я найду в любом месте. А вот московский завод плавленных сыров, это важно. А это вот, смотри, у нас что такое? Плавленные сыры, да, это пульс. Мы проехали круг, и поэтому можно уже скоро... Азаши говорит, вот можно выйти, сесть вот на эту штуку и делать фото. Да, 36 минут мы катались. 36 минут мы катались. 36 минут? 36 минут мы уже готовы. Молинг. А вот на эту штуку, если сесть, то это будет мое последнее действие в жизни. Саши говорит, можно вот сделать такой аттракцион, привязать себя за веревочку и прыгнуть. О, господи, как правда люди, да, прыгают на этих резинках. У нас Антон два раза в Таиланде прыгал. Второй раз, когда он пошел прыгать, ему даже рубашку подарили и футболку. Что? Представляешь, сумасшедший. И родители приехали, рассказывали, что два раза прыгал. Ой, кошмар, ой, кошмар. Пойдем, чало, чало, пошли, пошли, все. Упс, нас разделили. Я решила все-таки пройтись. Я думаю, что фанта мне дала силу уверенности вступить. Все желающие спустясь вниз, поездили в ваш, не подходите к лифту номер один. У нас спустя первый лифт. Уважаемые гостители, напоминаем, у кого билеты на 10.00. Ваш сеанс подошел к завершению. Нет. Тогда у вас у первого лифта на спуст. Не смогла. Не смогла. Потому что она типа... Не смогла. Смогла только одну ногу. Одну или вторую. Или правую, или левую. Ты что уж так? Ну не смогла. Не смогла. Я думала, что фанта мне дала сил. Не дала. Думала, что пирожок грибной меня как-то так по-другому перенастроила. На меня не надо. На тебя не надо. Хорошо. Позовите меня, когда лифт подадут. Да, на нас тоже час будет пускать. Хорошо. Саша так смотрит на меня. Знаешь, с этим... Со скепсисом. Он понял, что я так и не влезу на это стекло. С сомнением. Очень быстро. О, мой. Пуши, Баля. Сохраня. Сверху, сейчас мы. Мы практически чуть-чуть не свободно поднимем. Я думаю, что он такой он страстной. Вот ножки телепашки. Здравствуйте. Видели звезда? Видели звезда? Да. Да. Ой, все. Моя жизнь никогда не будет прежней. Я поняла, какой у меня очень-очень большой страх. Страх высоты. Ну, страшно. Страшно. Они у нас остаются именные. У нас не отняли карточки. Ура! Ну, мы за них заплатили. Так понимаю. Ну, у нас такая память чудесная. Теперь Саши все шаманит. Вот, нет, смотри. Вот я тебе говорила. Вот, интересно. Вот ресторан у них. Вот, видишь? Ресторан? Ну, как ресторан. Ну, так же, как кафе. Только там вот так столики. Ага. Вот так и сидят. И у них... А, да нет. Так у них такой же. Поуже чуть-чуть может быть. Ну, вон, вон, вот ресторан. Саши говорит, посмотри, там какие-то рисунки, что-то цветное. Идет вещание какое-то на этой башне. Светится. Севен Хевен. Севен Хевен. Им Пежо заинтересовала. Такая огромная, такая какая-то как военная. Не привлекаете внимание? Все заглянули туда. Ну, ты посмотри. Ого. Да, они по три места. Хозяева прибегут. Неудобно. Ой, не налюбуемся. А у нас же был первый, второй, даже не верится, что я там сейчас была. Ну, да, люди заходят именно на охлаждение и палочку опустят. Мы такие счастливые. Мы попали в хорошую погоду. А сейчас только мы ушли, раз, и заволокло небо прямо пасмурно. Мы хотели на водоинфан, а теперь даже туда не пойдем. Это НТВ, да, Ли? О, это Пикапа. НТВ? Да. Ох ты. Да, да, да. Они себя вот выстроили, такую красоту. Красиво. Бежит. Тут поворотик ключи подал. Дорого, богато. Вот это вот я снимала оттуда сверху. Ой, какая она хорошенькая и какая маленькая церковь. Эти трубы я тоже видела, по-моему, да? Мы это все видели сверху. А вот как у Малиндина на скотере. Олеж, как тут он был? Театр Константина Райкина. Вот он, вот он. Это Райкин Плаза. Райкин Плаза? Да. Ну, Райкин Плаза. Ну, Райкин Плаза, вот. Ну, почему-то убрали. Не знаю, где он там. Где он сидит? Я даже и не знаю. Красивый такой центр внутри. Такая, это что? Вот такое угловатое здание. Красивый такой центр. Вот, наверное, театр. Вот он, театр. Вот он, Валиндин. Вот это белое, да? Да, да, да. Вот это уже театр. Это КВН. КВН, да. КВН, прикольно. Там, 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 внутри. Внутри, вот Райкин Плаза? Зачем? Сейчас, мы сейчас, Санатовский вокзал. Район Марьяна Роща называется. Ну да, это вот где у нас был Райкин Плаза. Это в зависимости от частей. А у вас Лукойл одна, посмотрите-ка. У нас этого Лукойла. У нас этого Лукойла. Как в церкви и как с Гербанкой. А я снимаю. Как актив. А я снимаю. Ну и ладно. А вот впереди Динамо стадион. Мы поедем по кругу, все поедем. Ага. Так за крючкой. А какая красота. Вот Ленинградка пошла. Вот это Ленинградка, да? Да, Ленинградка. Лучки уже все закрыты, видишь. Красивые дома. Это новостройки? Да. Свеженькое все. Очень красивая Москва. Красиво. Как и положено быть столицей. Ну уж Питер и Брежнев. У каждого своя красота. Конечно. Но здесь такая вот она современная. По многих местах. Мозаика прелестная. Лиза. У нас Олега Баумсу нравится. Где мы были, да? И впереди Москва-сити. Специально поехали. Чтобы мне показать. Чтобы нам показать Москва-сити. Ну я еду в сторону дома. Ну а этот... Ой, сейчас машина закрыла. Ой. Слушай, как ты жалко. Машина закрыла. Такое здание красивое. А что это за здание? Тауэр. Нордстарт Тауэр. Баня местная. Баня. Тауэр. Я ж хотя бы скажу. На весь интернет. Тауэр. Да. А мне потом скажут. Так вам не стыдно. Людей водите. Олег, нам надо хотим взять с тобой экскурсию. Подробную. Проект. Все записать. Чтобы потом на проекционную. Знать, да? Да. Потому что я спрашиваю. Приезжают некоторые. 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 Вот это мы знаем. Потрясающе. Это трешка. Все ближе и ближе. Москва-Сити. Какая красота. Тауэр. 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 Ну вот. Мы подъехали уже практически к Москва-Сити. Тауэр. 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 Апартаменты до 10 миллионов рублей. До 10 миллионов, да? Прямо вот если есть 10 миллионов, то есть шанс купить здесь апартаменты. Да, квадратный метр. Квадратный метр, честно. О, мой бог. Так, ну надо погуглить, сколько там стоит средняя квартирка. Есть у нас сайт «Купить жилье в Москва-Сити». Мне потом завалят предложение, постоянно вот на телефоне. Да, только посмотрю. Купить кредит. Взять кредит. Да, да. Взять кредит. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...